Всем привет! В эфире Пронет. Предлагаем вам в очередной раз совершить увлекательное путешествие в мир технологий, гаджетов и концептов. И вот о чём пойдёт речь в ближайшие пять минут. Дом 3D-печати. Принтеры производят жилые помещения. Хит-парад самых небезопасных паролей. Сон в руку. Гаджет, который не позволит задремать на работе. Если вас по-прежнему не впечатляют достижения 3D-печати, то следующая новость точно поубавит скептицизма. Учёные из Южно-Калифорнийского университета смогли доказать, что трёхмерные принтеры справляются не только с печатью безделушек и довольно полезных вещей, но и настоящих жилых домов. Американские умы создали промышленный 3D-принтер. Он способен построить двухэтажный дом площадью 230 квадратных метров всего за 24 часа. Необходимо лишь обеспечить бесперебойную подачу бетона. Работу строителей заменит расположенное на перекладине сопло. Дом будет выстроен по принципу пирога слой за слоем в течение одного дня. После печати останется поставить крышу, вставить окна и провести внутренние коммуникации. Учёные уверены, такие строительные принтеры можно применять в чрезвычайных ситуациях, например, для возведения временных убежищ. Из-за быстроты самого процесса устройство сокращает вредные выбросы в воздух, а подобный подход к строительству может сделать жильё действительно доступным. Все без исключения специалисты по компьютерной безопасности не устают повторять информацию о пользе надёжных и сложных паролей. Придумать хорошее и эффективное кодовое слово не так сложно, как может показаться, а надёжный пароль избавит владельца от массы неприятностей. Однако не все пользователи следуют рекомендациям и зачастую подходят к защите своих данных легкомысленно. Причём настолько, что уже существует хит-парад худших паролей. В нём, кстати, произошли изменения. Слово «пассворт» в переводе с английского «пароль» долгое время возглавляло турнирную таблицу. Но теперь ему на смену пришло легендарное сочетание цифр от одного до шести. Также на ведущих позициях слова «Querty», «ABC123» и «I love you». На десятом месте хит-парада расположился дебютант слова «Adobe 123», а на двадцать пятом комбинация из шести нулей. Вывод напрашивается сам собой, и мы не будем его озвучивать. Уверены, вы всё понимаете сами. В том, чтобы вздремнуть на рабочем месте, нет ничего плохого, если вы офисный работник. Но некоторые профессии, например, водителя-дальнобойщика, предполагают перманентную ясность и бодрость ума. Сон за рулём, как вы понимаете, чреват серьёзными последствиями. Представленный на Kickstarter гаджет Vgo способен не только оповестить владельца о том, что он устал, но также порекомендует, что делать дальше. Устройство отслеживает частоту моргания глаз и говорит о том, что вы утомлены ещё до того, как к вам приходит осознание усталости. Vgo подскажет, достаточно ли выпить чашечку кофе или настала пора немного отдохнуть. Гарнитура соединяется по Bluetooth и работает в паре со смартфонами или планшетами. Она также может выполнять функции hands-free устройства. Гаджет оснащён инфракрасным сенсором и акселерометром, который самым аккуратным образом отслеживает изменения, происходящие в организме. Гарнитура в случае необходимости может разбудить владельца лёгкой вибрацией или громкой песней. Vgo также может подсказать, когда и сколько вам нужно спать, в зависимости от нагрузок. Устройство всё ещё собирает средства на Kickstarter, и, похоже, эта компания будет профинансирована в полном объект. В завершении выпуска, как обычно, видеопозитив и сети. Гарнитура На сегодня всё. Вы смотрели программу ProNet. Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ и оставайтесь онлайн. Редактор субтитров А.Сёмкин